Здесь побывали многие известные личности, от российского императора Александра III до руководителя Северной Кореи Ким Ир Сена. Более века это место остается знаковым для нашего города и одной из его визитных карточек. Железнодорожный вокзал станции Брест-Центральный – один из старейших в стране. Памятник архитектуры Республики Беларусь, в здание которого занесено список всемирного наследия ЮНЕСКО. А 28 мая вокзал отметил 135-летие со дня своего основания. Я рад поздравить весь коллектив вокзала с праздничным днем 135-летия. Этот вокзал имеет много славных традиций. Вокзал является визитной карточкой города Бреста. И здесь работают замечательные люди, которые обеспечивают четкую работу подразделений и высокую культуру обслуживания. И они помнят, что работают на пограничном вокзале. И от них зависит первое впечатление пассажира, который пребывает в Брест. Как о городе Бресте, о железнодорожниках и в целом о стране. Я вожу от воду и в своем. Концерт, посвященный памятной дате, удивил и порадовал гостей и жителей города. Пассажиры прямо из окон поездов могли смотреть на выступления. Провожающим также было гарантировано хорошее настроение. Провожали сегодня дедушку. И случайно узнали, что у ЖД вокзала нашего сегодня праздник. Просто праздник замечательный, весело, здорово. Дай бог вам еще такого же процветания. Очень красиво и развитие. Действительно, всего самого хорошего. Очень красивый сам город Брест. Вокзал тоже очень красивый. Мы уже второй раз в Бресте находим. Сейчас переехали на постоянное место жительства. Очень красивый город. Очень интересные истории. Вокзал супер. Ребенку очень нравится. Ежесуточно Брестский вокзал отправляет до 10 тысяч пассажиров. А над созданием комфорта и безопасности для них трудятся более 240 сотрудников. Билетные кассиры, приемосдатчики, дежурная по вокзалу, работники, камер хранения, рестораны и торговых объектов. В этот день руководство собрало лучших сотрудников и ветеранов железной дороги, чтобы поблагодарить за многолетний добросовестный труд и вручить памятные грамоты и благодарности. Я очень рада, что я здесь работаю. У нас очень хороший коллектив, такие хорошие люди. Очень приятно, что ценят мой труд. И меня поздравили сегодня. Я тоже поздравляю всех работников. Желаю им крепкого-крепкого здоровья, процветания. Ну и всего-всего самого хорошего. Сегодня мы поздравляем наш вокзал со 135-летием. Можно заметить, что вокзал прошел три эпохи, прошел две мировых войны. Коллектив вокзала все это время обслуживал пассажиров. Даже сейчас, даже в условиях пандемии и падения пассажирских перевозок, все равно вокзал ежесуточно обслуживает тысячи пассажиров, тысячи клиентов. И всегда услуги, оказываемые вокзалом, оказываются качественно. Тем более, это подтверждается и местами, которые занимает вокзал. Поэтому всегда хотелось поздравить коллектив вокзала с его нынешним коллективом, с его ветеранами, которые отдали много лет своего труда работе на железной дороге со столь знаменательной датой. Уже в июне планируется назначение дополнительных поездов и увеличение графика их курсирования. Будем надеяться, что в самом скором времени вокзал вернется к своему привычному режиму работы. Ну а мы с удовольствием будем вновь и вновь сюда возвращаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...